Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на крайне интересный гаджет, что точно пригодится нам с вами на кухне и станет неотъемлемым помощником. Поэтому давайте будем вместе разбираться, как это все работает. Мы с вами находимся на кухне, у нас на студии. Давайте в рамках этого антуража и будем смотреть на этот гаджет. Мульти-шеф от Kassori. Точную модель вы сейчас видите перед собой на экране. Для чего нужен такой агрегат на кухне? Да вообще для всего. По сути это универсальный инструмент для приготовления огромного количества блюд. Причем тут применяется большое количество самых современных технологий. Что кроме широкого выбора блюд еще и значительно ускорит процесс сомбойного готовки. Не знаю как у вас, но у меня лично все время не хватает времени для готовки. А тут этот момент тоже сильно прокачивает. Для начала давайте посмотрим, что идет в комплекте. Это вот такая инструкция по эксплуатации на русском языке. А также книга рецептов. Причем она красивая, красочная, но не на русском языке. А вот если вы хотите получить книгу рецептов на русском языке, то стоит заглянуть на сайт kassori.ru. И соответственно ссылочку мы конечно же оставим в описании. Так что там на коробочке есть QR-кодик. В любом случае заходите. Там постоянно пополняется база самих рецептов. И действительно много очень крутых блюд. В которых вы, я думаю, почерпнете как вдохновение, так и удивите своих близких и родных действительно крутыми рецептами. Ну и конечно также у нас само устройство. Однако внутри устройства у нас находятся несколько дополнительных аксессуаров. Соответственно это у нас мерные ложечки фирменные. Вот такие беленькие. У нас здесь есть мерный стаканчик. На 160 миллилитров. А также подставка для приготовления напарной. Там она очень клевая. Такая вот из металла. Про основную чашу, где будет проходить приготовление блюд, стоит поговорить отдельно. Она имеет емкость 5,7 литра. И выполнена из алюминия. А также покрыта антипригарным покрытием. Важно, что это все не содержит вредных примесей. Такого объема вполне достаточно, чтобы приготовить блюдо даже на большую семью. Ну и для меня лично важный аспект, что ее можно мыть в посудомоечной машине. За счет чего мы получаем ускоренный момент готовки. Тут применяется технология приготовления под давлением. За счет этого мы и получаем рекордно малые сроки. При повышении давления в емкости изменяются параметры кипения жидкости. Если в стандартных условиях вода закипает при температуре в 100 градусов, то в условиях повышенного давления этот показатель может колебаться в диапазоне 120-125 градусов. Именно поэтому скорость приготовления тех или иных блюд может сильно отличаться. Иногда даже в 2-3 раза. При этом не стоит забывать, что другие продукты также будут готовиться быстрее. С фронтальной стороны находятся основные органы управления. Именно используя эти кнопки, мы и будем выбирать, как именно и что именно мы будем готовить. Первоначально кажется, что их тут много и будет сложно, но на самом деле все просто. Верхняя строка показывает процесс приготовления блюда, а также статус поддержания температуры блюда после того, как оно будет приготовлено. Переходим ниже. Тут находятся таймеры, а также кнопки, позволяющие менять время приготовления блюда, когда вам это будет необходимо. И еще ниже находятся кнопки выбора программ приготовления. Всего их 13 штук. 8 из них под высоким давлением и 5 без применения данного режима. И еще нижней находятся кнопки активации различной функции режима. Первый позволяет регулировать уровень давления, низкий или высокий. Далее вы выставляете температуру. Ниже кнопка поддержания температуры. Повтор функции, кнопка отмены и старта. Вот так просто. Достаточно указать тот формат блюда, что мы хотим получить, и далее начать готовить. Конечно, без фактического теста я вас оставить не могу. Прежде чем мы перейдем к готовке, стоит выделить еще пару интересных моментов. Крышка у нас эргономичная. Есть специальная метка на корпусе, что позволяет правильно установить ее на самом мультишир. Крышку можно после готовки мыть в посудомоечной машине. Сверху на ней, кроме удобной ручки, есть также клапан выпуска воздуха. И он у нас находится под углом 30 градусов. То есть вы не сможете получить ожог. Плюс достаточно большой разброс у нас от открывающей задвижки самого клапана. Что тоже хорошо. То есть, грубо говоря, выглядит это следующим образом. Мы вам с вами установили пометочки. И далее нам достаточно отпустить пар. И вот под углом 30 градусов у нас, соответственно, он будет выходить. Сама крышка тоже имеет двойную систему от ожогов. Автоматический сброс давления предусмотрен. Так что переживать не стоит. Защита от перегрева аналогично присутствует. Так что в плане безопасности все моменты учтены. И это действительно круто. Давайте теперь будем готовить. Далее будут ускоренные подсъемы готовки. И, конечно же, поделимся итоговым результатом. И да, готово. И, как вы можете видеть, мультишеф от Кассори справился без проблем. Мы стравливаем давление. Сейчас ждем, потому что нужно подождать. У него защита. Да, соответственно, вот он только нам дал, соответственно, открыть крышечку. И вуаля. Максимально вкусно. Денис, дай мне ложечку, я хочу попробовать. Снимем дегустацию. Очень вкусно. Очень вкусно. Я сейчас на экран выведу конкретно, какой рецепт мы, собственно, использовали. И какой запустили. И таким образом у вас будет понимание, что конкретно мы приготовили. Тут же стоит отметить, что блюда у нас из говядины. А подобные блюда готовятся достаточно сложно чаще всего. И говядина требует определенного подхода. Потому вдвойне интересно попробовать, что получилось. Ну что, подводим уже финальные итоги. Справился мультишеф без проблем с своей задачей. На приготовление у нас ушло порядка 50 минут. Это действительно рекордно маленький показатель. Вот сколько было указано в инструкции. Поэтому могу вам точно сказать, что это крутой, простой и, главное, технологичный гаджет, что точно придется к месту на любой кухне. Такой формат устройства заменяет собой большое количество других гаджетов для готовки и станет незаменимым помощником. Это не только гаджетов. Так что от меня 100% рекомендации. Уверен, что вы останетесь довольны. Актуальную цену можете узнать по ссылке в описании к этому видео. Но YouTube продублируемся в закрепленном комментарии, как и всегда. Ну и, сами понимаете, мы это делали сейчас, готовили на студии. Несмотря на то, что у нас есть кухня для того, чтобы все могли нормально кушать, питаться. Здесь нет условий, чтобы полноценно готовить подобное, достаточно сложное блюдо. И при всем при этом нам это удалось сделать в полной мере. В общем, за то, что мы не просто вам показали и рассказали об гаджете, а еще и, соответственно, его использовали в режиме реального времени, точно, я думаю, мы достойны, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал, там, где смотрите. Если смотрите на YouTube, нажимайте также на колокольчик два раза, чтобы не пропустить выход на вот видео. вам будут прилетать уведомления. Ну и, конечно, что правильно. QR-код на экране, ссылки в описании, наш телеграм-канал, много крутых сходов, контент, скидки, предложения, акции, аналлсы, мероприятия, бонусы всякие. Все там, как и новости автомобильного мира из Китая.